В эфире программа «События» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Обошлось без жертв крупный пожар в центре Самары. Полсотни обвиняемых в Самаре судят банду черных риэлторов. Мусор как двигатель прогресса. Новые достижения самарских ученых. Банду из 48 черных риэлторов сегодня судят в Самаре незаконным путем. По словам следователей, они присваивали себе квартиры. Жертвами обычно становились пенсионеры и люди, ведущие асоциальный образ жизни следствия. Поэтому громкому делу длилось более двух лет. Сегодня на заседании суда работает наш корреспондент. Заседание по делу черных риэлторов должно было начаться в 9 часов утра. Но для того, чтобы собраться всем участникам процесса, потребовалось два часа. Дело беспрецедентное. Только обвиняемых 48 человек. Плюс 50 адвокатов и 39 потерпевших. В здании суда просто не нашлось такого зала, чтобы вместить всех участников. Поэтому заседание перенесли в культурный центр МВД. Ущерб от действий преступной группы оценивают более чем в 90 миллионов рублей. Он связан с жилищными махинациями. Дело обещает быть громким и долгим. Более 40 человек это уже большое количество. Также надо понимать и тяжесть совершенного преступления. Дело расследовалось более двух лет. Поэтому дело очень масштабное. В связи с этим была создана группа гособвинителей. Подробный репортаж из зала заседания смотрите в наших вечерних выпусках. Крупный пожар в центре Самары. На улице Киевской горел магазин «Кафе». 200 квадратных метров заполыхали в 3 часа дня в субботу. По словам продавцов, в магазине на первом этаже внезапно погас свет. Люди почувствовали запах гари. Женщины позвонили спасателям. По данным пожарных, произошло короткое замыкание электропроводки в кафе на втором этаже. Местные жители утверждают, что заведение общепита не работает уже почти полгода. Во время тушения огня на месте ЧП владельцы здания так и не появились. На месте происшествия работали 14 единиц техники и 55 пожарных. Кафе выгорело почти полностью обошлось без пострадавших. Пищевой мусор как двигатель прогресса – миф или реальность. Все возможно, если за дело берутся молодые самарские ученые. Студенты опорного вуза региона Технического университета представили свои инновационные проекты на конкурс. Лауреаты могут получить деньги на внедрение своих технологий в жизнь. Марьяна Мирная заслушала презентации тех, у кого большие шансы на победу. Дарья Ишутенко предлагает делать дизельное топливо из отработанного растительного масла. По сути, из никому не нужных отходов. Для этого ученые хотят создать сервисную компанию, которая будет собирать пищевой мусор из ресторанов, очищать его и уже потом смешивать так, чтобы получалось топливо. Ну, какое польза? На самом деле, с дизельным топливом, я думаю, понятно. Увеличение выработки – это увеличение производства дизельного топлива, которое, в принципе, увеличение производства позволит, возможно, снизить цену дизельного топлива, потому что снизится его себестоимость. А при добыче – это, опять же, снижение стоимости добычи нефти за счет того, что легкую нефть гораздо проще добывать, чем тяжелую. 28 июня Самарский государственный технический университет объявил конкурс для программы развития ВУЗа до 2020 года. 57 претендентов подали заявки. В очный этап вышло половина ученых. На каждый проект, вышедший в финал, будет выделено от одного до двух миллионов рублей. Мы всегда говорим следующее. Мы не экономим деньги. Наша задача – их потратить эффективно. И когда лидеры говорят, ну, вот там, вот, а кто за это будет платить? Мы тогда спрашиваем, задаем два вопроса – сколько вам надо денег и на что вы их хотите потратить? Если четко человек отвечает, все здесь решится. Еще надо будет постараться эти деньги освоить правильно, законно и эффективно. В жюри есть иностранные эксперты, и после очного этапа конкурса проекты будут переведены на английский язык. И только после этого окончательно выберут победителей всего не больше десяти идей для реализации. Конкурс инновационных проектов в опорном вузе региона продолжится. Те, кто не успел подать заявки в этом году, могут сделать это в 2017-м. На реализацию самых эффективных проектов из разных бюджетов выделено больше ста миллионов рублей. Марьяна Мирная, Василий Кладошов. События. Про них говорят железный характер и железная дисциплина. 10 тысяч человек, что трудятся в Самаре на поездах, станциях и вокзалах, отметили свой профессиональный праздник. Торжества, посвященные Дню железнодорожника, завершились в Самаре на минувших выходных на второй очереди набережной. Репортаж Алины Чемерес. Я не рулечил, так получилось. Свой профессиональный праздник Артем Пурыгин и его коллега Денис Чуйков начали с дружеского поединка за игровым столом. Участвовать в торжествах, семьями, на День железнодорожника – добрая традиция. Оба в профессии уже почти 10 лет. Пришли в нее по стопам родителей, бабушек и прабабушек. Теперь, говорит Артем, на плечах большая ответственность. Когда-то бывает, что и головы не поднять, сидишь в кабинете, разбираешься с работой. Когда-то вроде полегче бывает. По-разному. Если бы, грубо говоря, не было этой работы и не организовывали работу именно этих ССПС, не было бы ремонта путей и всего остального, поезда бы у нас ездить не смогли. Работа на железнодорожном транспорте, она действительно сложная. Это безопасность движения, ответственность за жизни людей, за жизни десятков тысяч людей. Люди, которые связали все-таки свою жизнь с железной дорогой, они всю жизнь здесь и работают. Я просто знаю работников, которые пытались уходить железной дорогой куда-то на другие производства, но потом все равно возвращались, потому что это уже состояние души. Спортивные соревнования, настольные игры, шуточные эстафеты, вторая очередь набережной в этот день превратилась в парк развлечений. Гости праздника смогли сделать снимок на память в фото будки и даже попробовать сухой газировки. Украшением торжеств стали выступления самарских творческих коллективов. Отпраздновать день железнодорожника предлагают и всем жителям города. Любой желающий может построить башню из брусочков, да так, чтобы она не развалилась, и сыграть в шахматы гигантскими фигурами. Развлекательные площадки в праздничный день работали до позднего вечера. Завершились торжества большим концертом. Алина Чемерис, Константин Головин, События. Не просто подсластить жизнь, а оказать реальную поддержку. Самарская гильдия строителей сотрудничает с Центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей. О том, как это повлияло на жизнь воспитанников, расскажет Андрей Горгуленко. Сделать маникюр не хуже, чем опытный мастер. А если надо, то и массаж рук. Теперь 18-летняя Настя профессионал своего дела. Признается, ремесло освоила с помощью благотворителей. Хотела пойти либо на работу, либо еще что-то. Мне предложили пойти учиться на ногтевого мастера. Вот, отучилась. Они мне в этом прям помогли, направили, прям нашли место, оплатили. То есть прям договорились. Я пришла, меня просто ждали уже, обучили, я ушла. Самарская гильдия строителей с января 16-го года сотрудничает с детским домом. Закупает для воспитанников спортивный инвентарь, помогает найти для них репетиторов или устроится на работу. Представители гильдии понимают, насколько это важно. И рады возможности сделать жизнь ребят лучше. А детей надо любить. Просто вот и все. Самое главное, это мы занялись их дополнительным обучением. И они успешно закончили год. Это просто сама даже директор говорит, у нас там первый раз вот такой результат. В апреле этого года воспитанники центра приняли участие в познавательном проекте «Краеведческий экспресс». Школьники ездили по экскурсионному маршруту «Самара», «Тольятти», «Самара». Руководители центра отмечают, такие проекты важны для детей. Идут именно такие проекты, которые заставляют детей думать, работать. То есть не вот на тебе шоколадку, сладость, сок и так далее. Вот тебе возможность получить знания. Вот тебе возможность трудоустроиться, значит, получить заработную плату. Знать, как это делается. Что для того, чтобы что-то получить, нужно приложить усилия. Главное, говорят организаторы благотворительных проектов, подготовить воспитанников к тому, что за воротами детского дома им придется строить свою жизнь самостоятельно. Андрей Горгуленко, Марина Кравцова, Василий Колдашов, Артем Сулайманов. События. Конкурс ко дню рождения в Самарском районе подводит итоги творческой акции. Начиная с апреля жители исторического центра города снимали любительские видеоролики, посвященные 60-летию своего района. С авторами лучших работ встретилась Лариса Шалафаст. Отправиться на прогулку по лучшим местам исторического центра предлагают авторы ролика «Самарский район. Район для жизни». Такой формат мини-фильма выбран не случайно. По задумке, увидев динамичное яркое видео, молодые люди не будут сидеть дома, а отправятся на экскурсию. Он о том, насколько ценен для молодежи Самарский район. И что здесь можно пойти на набережную, можно пойти прогуляться по Ленинграду, можно танцевать сальсу на Некрасовском спуске. Здесь множество занятий. У Самарского района богата история. Свой ролик сотрудники публичной библиотеки посвятили тому времени, когда в городе жил Максим Горький. Зрителям рассказывают обо всех памятных местах, где бывал пролетарский писатель. Авторы говорят, старались сделать ролик максимально интересным. «Мы, конечно, не профессионалы, мы же библиотекари. Поэтому мы все делаем своими, так сказать, может быть, скромными какими-то силами. Вот чтобы у нас озвучивать этот ролик, мы ушли в самое дальнее книгохранилище, чтобы не было никакого шума ни улицы, ни посетителей библиотеки. И там вот прямо в уголке мы озвучивали этот ролик». В любви Самарскому району признались все желающие. Есть среди участников студенты, школьники и даже воспитанники детских садов. «Мы просто аккумулировали и выбрали тот материал, который бы в достаточно короткий промежуток времени показал и действительно влюбил нас в Самарский район». «Каждый может продемонстрировать свое мастерство, свое отношение к тому или иному событию, которое происходит в районе и в городе. Я думаю, что это как раз говорит об активности и желании принять участие в общем деле». На районный конкурс, посвященный 60-летию района, представили десятки работ. Всего в конкурсе 8 номинаций. Победители конкурса объявят в начале сентября. Лучшие ролики войдут в районный видеоархив. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. За долги, под арест. Как борются со злостными неплательщиками транспортного налога? Романтично, азартно и модно. В Самаре растет интерес к парусному спорту. В одном шаге от Евровидения. Жительница Самарской области в финале национального отбора. Как может помочь общественной семьям с детьми с ДЦП? Какие благотворительные мероприятия будут организованы в ближайшее время? В программе «Город ТЭС» член Самарской городской общественной организации «Дети Ангелы» Татьяна Капустина и музыкант Антон Рубан. Смотрите в 18.15 и задавайте вопросы по телефону 202-11-22. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере. Смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго. До встречи.